рад приветствовать вас на своем канале и сегодня я со своими друзьями отправился на рыбалку на открытие рыболовного сезона да получилось что у нас открытие 15 числа мы выехали 18 с ночевкой сейчас обустраиваем лагерь накинули тент готовим снасти готовим удочки качаем лодки вот готовимся как говорится начать рыбачить погода сегодня довольно таки непредсказуемо ходят крутятся круговертят облака вот но я надеюсь что все-таки дождь нас обойдет стороной по прогнозу яндекс сих пор не можем выехать на реку бога клещет дождина у нас попрятались все под тентом да руслан мы сейчас скоро отправимся на рыбалку попробуем поймать щучек судаков в общем чего-нибудь чтобы вечером приготовить вкусную классную уху и в процессе ловли я буду вам рассказывать и показывать на что мы ловим что ловим как ловим короче поехали дождь кончился мы подкачали лодку сейчас будем устанавливать днище на нее процесс вставки днище здесь достаточно такой сложный поэтому нужно сейчас будет сначала подпустить бока вот и вставлять дно сейчас все покажу все днище вставлено осталось только вставить рейлинги которые будут держать ее прямо это дно чтобы она не складывалась гармошкой это самая сложная часть потому что они вставляются очень трудно так скажем все осталось теперь до конца нам качать лодку и все арка принципе готова к поездке на рыбалку Ну все, погода, дождь прекратился, не знаю, надолго ли это или нет, надеюсь, что надолго, и хватит нам половить сегодня рыбку, вот, поехали, Северный канал, Клаусный, ну, надеюсь, что у нас получится. Итак, выбираем воблеры, вот такая вот у нас коллекция огромная этих приманок, сегодня буду пробовать сейчас конкретно на вот этот вот бомбер, зеленый полосатый, в конце прошлого года он мне как раз приносил результат, глубина здесь примерно 1,6 мм, вот, воблер производства Малайзия, вот, ну попробуем, в общем, сейчас вот у такого красавца, а ты, пап, ну что будешь? Так, вот еще одна приманка, глубина у них тоже бомбер, глубина у них заглубления одинаковая, вот, тоже рабочий вариант, вот, прям иногда в жаркую, солнечную погоду приносит хороший результат, в общем, сейчас попробуем, да? Так, друзья, первая поклевка на тот самый желтый с серебряным бок, бомбер, кто клюнул, пока не знаю, сейчас посмотрим, где она у нас, ой, хорошая, хорошая, бери подсак, Все, ну-ка, 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 посмотри на меня, да, в этом году обрыгался, Прошел в час рыбалки, поймали одну некрупную щучку на бомбер желтый с серебряным бочком, экран на 700 на 800, У меня пока тишина, вот, решил поменять воблер, поставить вот такой вот фиолетовый пятнистый с желтым брюшком, вот, этот воблер меня всегда выручает, поэтому я сейчас тоже верю в него, что он мне и сейчас поможет, ну, и посмотрим, так ли это, на самом деле, или нет. Итак, прошлый воблер меня не подвел, я действительно поймал на него небольшую щучку, вот, примерно вот такую, но мы ее не стали брать, мы ее отпустили, вот, потому что мелких рыбешек мы не берем, вот, к сожалению, не получилось у меня подснять, и как я ее вываживаю, потому что телефон был у меня в кармане, подсак тоже здесь был рядом, ну, в общем, короче, не получилось. Сейчас поменял воблер, тоже марки бомбер, это так называемая форелька растерка, посмотрите, какая она вся обкусана, просто щука жадно ее берет, плюет, особенно когда, как узнали про бомберы, ловили на эту форельку, и прям очень много и очень часто, но потом, почему-то, на следующий год, на нее стало бревать хуже, видимо, как говорится, мода какая-то сменилась, вот, решил попробовать ее снова, сейчас привязать, в общем, давайте посмотрим, какая она в деле, поможет она на сегодня или нет. Так, друзья, еще одна поклевка, опять на желтый воблер, с серебряным бочком, вот, вот, сегодня щучка этот, зачем так подмотал-то, пап, так не, надо мне показывать, на, ну, вот, вот, вот еще одна щучка, ну, это она хорошенькая, это хорошенькая, ну, какие-то под кивошничек, наверное, будет, ну-ка, поделись своим комментарием сразу же. Отличная щучка, кивошник будет. Понравилось? Ты же вот училась? Да, ты же вот училась. Молодец, молодец. Итак, хочется подвести итог нашей сегодняшней рыбалки. За три часа, примерно где-то так, ловли мы поймали три штучки. Одна совсем не крупная, вторая чуть побольше. Ну, и последняя, которую вы сейчас видели на экране. Ну, я думаю, что она около килограмма, может быть, кило сто, примерно так весит. Вот, и хочется сказать, что поклевок сегодня было больше вот на этот вот воблер. Вот, опять же, это бомбер, видите, какой он тоже интересный. И брюшко, и спинка желтая, бок серебристый. Вот, как бы, вот на них было, на него сегодня было три поклевки, две поймали. Одна маленькая, некрупная сорвалась. Вот, у меня же на форельку клюнуло фиолетовую. И все, по-моему. В общем, вот, слава богу, дождика особого не было. Как еще мы боялись, погода нас минувала стороной. Вот, ну и сейчас мы поехали на берег. Эту рыбку почистим, посолим, сварим уху, ну и, может быть, даже пожарим на решетке. Поэтому сейчас все, покажем, расскажем. Что это такое у тебя, расскажи. Это у вас такая штука, ставится на костер. Так. Четыре ножки. Самодельная, да, у тебя? Разборный? Типа мангала, да, что-то такое у тебя? Да, такая решетка. Сейчас я самым дам, типа, и не знаю. Чайник можно, вместо треноги, вместо треноги. Чайник можно ставить, и можно там на ней, это, все творить. Да, да, да. Ну-ка. Удобно, смотри, как быстро все. Все, и варит, вот, подкнил. Ну что, дорогие друзья. Подводя итог сегодняшней нашей рыбалки, хочу сказать, что она удалась. Потому что мы сегодня приехали не с пустыми руками. У нас есть уха, у нас есть хорошая погода, наконец-то. Ну и мы с друзьями отлично провели время, как говорится, сегодня. Да, могло быть лучше, но я знаю, что лучше еще у нас впереди. Поэтому мы сейчас все накрываем на стол, садимся кушать уху. Ну, а вам не хвастали, не чешуи. Оставайтесь на канале, будет еще интересней. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok